Да, я включил это. Добрый вечер. Мы с вами продолжаем изучение псалмов. Труднейшая тема. И, как всегда, с молитвой на устах и в сердце мы просим Всевышнего, чтобы нам была помощь свыше в этом трудном деле. И мы с вами говорили на первом занятии о проблеме Адама в момент его сотворения, которая привела к его греху или ошибке с деревом познания добра и зла. Мы говорили на втором занятии о исправлении этого греха или, по крайней мере, об осмыслении того, что произошло, и поиск путей исправления. И сегодня мы поговорим о теме, связанной с этим. Центральная точка всего мира, центральная точка всех наших понятий – это храм. И храм, как мы помним, он воздвигнут на том месте, где началось творение мира. Можно воспринимать это буквально, можно воспринимать это как образ, как метафизический образ, что камень, который лежит в святая святых, называется камнем Эвенштия, камнем основы мира, и с него как бы началось творение мира. Первая точка. Первая точка выбирает в себя весь мир, и она связана со всем миром, поэтому и влияет на него положительно, связывая духовность, духовный мир и материальный мир. И разговор Давида в 133-м псалме, который я выбрал сегодня, он как раз и продолжение этой темы. Адам, как мы с вами говорили, после того, как он согрешил, он стоял в воде, которая давала ему ощущение того, что он хотя бы частично вернулся в Ган-Эден, в сад, который прозрачен. Эден можно перевести как прозрачен, то есть сад, в котором ощущается и первозданный свет, и божественное присутствие ощущается явно. То есть он искал пути возвращения и ко Всевышнему, и к тому очищению, которое у него было раньше. Мы с вами говорили, что изгнание из сада – это не то, что перемещение с места на место, и с более благоприятного места в менее благоприятное место. Изгнание – это изменение мира вокруг Адама. И вот он ищет точку соприкосновения с духовным миром, ищет ее через воду, через поток воды. Говорят, что этот поток – это поток Гихон, который сегодня бьет недалеко от храмовой горы, вытекает снизу плеча Ивусеев, на котором расположен город Давида, бьет там. Но это, может быть, не суть важной, это реалии, а то, что нам важно, то, что и первый человек, и все его потомки, они ищут соприкосновения с духовным миром. Они не могут жить без прямого, непосредственного соприкосновения, если так можно сказать, с бесконечностью, с первозданным светом. Оно может быть явным, оно может быть не явным, это соприкосновение с этим светом, но существование без этого соприкосновения, с неиспорченным миром, прозрачным миром, оно очень грустное, печальное, преисполнено злобы, конкуренции, вражды и даже убийств. И вот посмотрим, как проблемы Адама Давид переносит на, скажем, или отражает проблемы Адама через историю, через все человечество, или наоборот, проблемы человечества он как бы умещает в проблемы Адама, которому было тяжело со Всевышним. И я напоминаю, что в Торе сказано, что «но то вьет Адам Лебадо, плохо быть человеку одному». Имеется в виду, что человеку было тяжело со Всевышним изначально, он стремился оторваться от Всевышнего и Всевышний, и сказал, что человеку плохо быть Всевышнего, нехорошо быть Всевышнего. Вот после этого введения мы соприкоснемся с вами, с вашего разрешения, с самим текстом. Откроем с вами 133-й Псалом и постараемся проникнуть в него. Вот я пытаюсь это сейчас сделать. Вот так, по-моему, мы видим с вами текст. Да. Отлично. Значит, я его делаю чуть покрупнее. И вот перед нами текст 133-го Псалма. «Песнь ступеней» Давиду. «Песнь ступеней», как мы с вами понимаем, есть 15 псалмов, которые называются «Песнь ступеней». Они соответствуют всем ступеням, которые разделяли внешний двор и внутренний двор. На этих ступенях стояли левиты и с музыкальными инструментами и исполняли псалмы царя Давида каждый раз, когда приносились общественные жертвы. И после этого на жертвенник возливалось вино. В этот момент звучала песня левитов, сопровождаемая игрой на музыкальных инструментах. Игра на музыкальных инструментах и песнь называется «Работой, служением левитов». И говорится, что главное служение в жертвоприношении, главное служение в храме – это служение сердцем, и это песни левитов. И все эти песни «Восхождение», они совершенно разные, песни «Восхождение», песни «Ступеней» – они совершенно разные, и трудно их ввести нечто в одно целое. Но вот мы, продвигаясь по нашей теме Адам и его продолжение, человечество, Адам и его дети, мы с вами возьмем 133-й псалом. Давиду, как мы представляем себе, это говорит о том, что эта песня была дана свыше, она начала как-то звучать у Давида в сердце, в ушах, может быть. И только потом, позднее Давид ее превратил в определенные слова. Вот как же хорошо и как приятно сидеть братьям так же вместе. Гамьяхат на иврите, кто видит, я постарался отразить это, так же вместе. Подобно это доброму маслу, возлитому на голову, стекающему на бороду бороду Аарона, стекающему на верхний край одежды его, подобно Россе Херемона, снисходящей на горы Циона, и вот там заповедовал Бог благословение, жизнь навеки. Прекрасные слова. И на том, что она знает эту песню, ее поют в разных случаях, отражает она как бы единство, единство братьев, единство народа. Но это восприятие, может быть, это хорошо, но это восприятие очень поверхностное. Давайте мы постараемся с вами проникнуть в смысл этих слов. Для того, чтобы оттолкнуться от чего-то, я приготовил для вас перевод, по крайней мере, части, части комментария Мальбима, который был составлен, ну, как минимум 150 лет назад. И вот, и вот, да, если что-то плохо видно, если недостаточно крупно, то, пожалуйста, скажите мне, какое же благо жить братьям вместе? Мальбим пишет, в основе этой песни лежит взаимоотношение двух братьев с Булум и Сахар. Они соединялись вместе, как тело и душа, и один дополняет другого. Как сказано, радуйся с Булум выходу в путь твоему, а Исахар в шатре твоем. Исахар занимался торой и достиг совершенства души, а с Булум занимался торговлей, чтобы восполнить потребности тела и приобрести материальные ценности. И при их объединении достигается благо и приятность, истинное благоподобно благу будущего мира и приятность в жизни текущей, временной. Матова, Манаим, благо, толп и Наим, приятность, благо, Мальбим берет как благо, чисто духовного мира, который проявится в будущем, а Наим, приятность, это в этом мире. И об этом говорится, какое же благо и как приятно жить, братья, вместе. Иными словами, их жизнь в мире как единое целое души и тела. Немножко здесь я и написал. Масло. Иногда божественное влияние распространяется на то, что готово воспринять его в бестронежуточной инстанции. Но оно распространяется в таком запилии, что изливается и на того, кто не готов принять его. И образом такого распространения является масло помазания, которое выливается на голову, ибо она часть тела, предназначенная для помазания его. Голова, место мозга, сосуд разума и мысли, ибо масло указывает на постижение. И все же случайно спускается на бороду, то есть масло случайно стекает на бороду, на бороду Арона, и поскольку борода длинная стекает на его одежды, он подобен голове Самару, которая готова получить мудрость и получает ее много, и она выплескивается на Цулуна. Зачем я вам прочитал этот комментарий? Почему я довольно торопился и как бы не стал обсуждать его и подчеркивать какие-то моменты, что уловили, то уловили? Я прочитал этот комментарий для того, чтобы сказать, что в наше время он совершенно и совершенно недостаточен. Великий комментатор Мальбин, которого я люблю всей душою, которого я подчеркну такую мудрость и понимание книги, Зоор, который трудно, наверное, представить себе в другом месте, когда я был в Венгрии, я с благодовением вошел в синагогу, в которой молился и учился Мальбин какое-то время. Но все это не спасает нас в данном месте. И величие Мальбима, и наше уважение к нему в данном месте это нас не спасает. И Сахар, и Зулун. Зулун учит Тору, и Сахару чит Тору, Зулун занимается торговлей. Как хорошо, замечательно. Это то, что говорится в этом псалме. Хорошо сидеть братьям вместе. Во-первых, я обращу ваше внимание на то, что Мальбин, так сказать, Мальбин, так сказать, проглотил два слова. Вот, ине. Ине – это когда можно указать пальцем. Вот, вот на этом месте хорошо сидеть и приятно сидеть братьям. И он проглотил слово так же, гам, яха, все вместе. И таким образом ушел по пути, который сладко нас уводит в Медраж и ведет по легкому поверхностному пути. Но это же меняет все. Вот, вот, здесь. Где здесь? Где здесь? Он говорит в последнее, в последствии. На горе Циона, на горе Циона. На горе Циона, да, у горы Циона. Здесь приятно сидеть братьям вместе. В земле Израиля, когда стоит и возвышается храм, здесь, во всей земле Израиля, приятно сидеть братьям вместе, братьям, всем коленом Израиля. Вот, когда здесь стоит и возвышается храм, я специально для вас взял модель третьего храма, чтобы хотя бы соприкоснуться с ним. Когда стоит храм, то распространяется благословение. Мы подумаем, почему говорится, что благословение распространяется через Аарон, а тем не через храм. Это все можно поговорить. Но само по себе место храма, соприкосновение, как бы соединение неба и земли, духовного и материального мира, оно само по себе предполагает соединение и объединение всего. Соединение и объединение противоположностей, которыми часто являются братья. Слово «ах», «брат», оно само по себе очень интересное. Если ты добавишь букву «давит», то у тебя получается и «хад», один. Братья объединяются в одно что-то целое. Две противоположности объединяются в одно целое что-то. А если ты добавишь букву «р», то у тебя получается «ахер», кто-то другой. Брат, он чужой, другой, непонятный тебе. Значит, слово «ах» в слове «ах» – это потенциал объединения. Объединение двух противоположностей. Мальбин взял как пример Збулун и Исахар. Очень хорошо. Он глубоко прав. Но я бы сказал, что нам этого недостаточно. Это частный пример Збулун и Исахар. Две противоположности. Один тянется к духовному миру, а другой больше к материальному миру. Их симбиоз, взаимодействие, оно дает нечто идеальное, похожее на жизнь, когда тело и душа соединяются вместе. Но если мы с вами заглянем, скажем, в тот же, в Нидраш Танхума, то, или давайте немножко выше заглянем в Зоор Хадаш, то здесь мы увидим, что что такое благо? Да, на горах Адмара. Благо – это первозданный свет. А что-то такое наим? О, наим, приятность. Это характеристика Давида, о котором говорится, наим, змирот, Исраэль. Тот, кто создает приятные песни Израиля или для всего Израиля. То есть, есть благо, то, которое изливается в этом месте. И есть человек, он, конечно, не один такой, но он как бы центральная точка такой в нашей истории и помог раскрыть сердца всем остальным, кому приятно это благо. Благо изливается, но его надо суметь воспринять. Если сумеешь воспринять, оно будет приятным. Если нет, но оно в лучшем случае пройдет мимо тебя. Первознанный свет, великая духовность в этом месте, где соединяются небо и земля, в месте, где потом будет построен храм, в месте, где началось творение, в месте, кстати говоря, где был создан Адам, где был создан Атан и где Всевышний соединил его тело с душой и вдохнул в него душу. Есть человек, который умеет воспринять это благо. Есть человек, который стремился к этому благу. Есть человек, который превратил это благо в великое благо, которое, может быть, остается абстрактным, непонятным, неузнанным, он превратил его в нечто приятное, в нечто соединяющее всех. Это Давид по Зовар Хадаш. Если, конечно, мы немножко задумываемся над этими строками, они просто глотаем их. А вот Митраж Танхума, он говорит, что братья – это Юсеф и его братья. И мы понимаем, что там уж не очень-то приятно так вышло. Ссора, продажа брата. Но как нам понять Митраж Танхума? Мы понимаем, должно было быть приятно. Высокая духовность, невероятная, которую представлял, может быть, несколько оторванная от жизни Юсеф, он должен был соединиться с остальными братьями, которые более приближены к материи. Это не значит, что они грубые. Быть приближены к материи, иногда это воспринимает духовность по-другому, воспринимать ее через призму материального мира, когда материальный мир становится для тебя метафизикой, когда он становится прозрачным. И Юсеф, как воспринимающий, скажем, чистый свет, и братья, которые воспринимают свет, который проходит через материальный мир, они должны были соединиться как душа и тело. Но этого не произошло. Также сравниваются, о братьях говорится, что это Маше и Аарон. Они также представляют две противоположности собой, как мы больше понимаем, что Маше он такой более, скажем, умственный, если можно так сказать, более мозг, а Аарон, он более душа. И они, как раз в этом случае, они соединяются, у них получается это соединение. И мы понимаем, что вот как хорошо сидеть братьям вместе, требует обобщения. Братья часто представляют свои противоположности. Что может объединить противоположности? Только высокая духовность. Давид подводит нас к месту творения мира, к месту творения человека, к месту храма, к месту соединения неба и земли, где высокая духовность как бы соединяется с материальным миром. Вот оттуда, оттуда пойдет приятность и соединение противоположностей, и возможности сидеть, сидеть всем вместе. Мы можем представить себе, что этот возглас Давида, он ведь действительно, для него, может быть, он пронизан, я бы сказал, даже болью определенной. Потому что, если мы представимся, братья, колены Израиля, которые он стремится объединить. И он верит, что Иерушалай объединит все колена Израиля. И он отстраивает город. Он приносит туда ковчег завета. И что? Сыновья Израиля в той или иной степени остаются равнодушны к построению храма. Они не ищут объединения. И в конечном итоге что происходит? Против от Давида откалываются, отделяются десять колен во время бунта Шевы бен Бихри. И дальше в Ринаш-Шламо есть определенное спокойствие, потому что есть благополучие, есть благословение, есть богатство у всех. Шламо уходит из мира. И братья раскололись, разъединились. Иуда пошел в одну сторону, а Вениамин от десять колен в другую сторону. Иуда и Вениамин остались привязаны к храму, который построил Шламо, к духовному центру. А десять колен они не поняли, не поняли, что без этого духовного центра они не выживут. У них не будет объединяющей силы. У них не будет той духовной силы, которая как бы приходит через эту точку и дает благословение. Но это еще не все. Еще одно слово, которое пропустил Мальбим, загадочное, трудно понимаемое, это слово гам. И не мато ву ма наим шевет ахи гам яхат. Как хорошо и как приятно братьям жить так же вместе. гам оно совершенно лишнее и оно ключ. Ключ как бы уводит нас к первой причине, к первой проблеме, первой, второй, неважно, но одной из главнейших и первых проблем человечества, она нас выводит к Каину и Ревею. Давайте посмотрим, как говорится. Мы понимаем, что между Каином и Ревеем не было приятности. Это звучит как шутка, но мы понимаем, что здесь в Псалме Давида идет поиск пути объединения двух противоположностей, а то, что Каин и Эвель представляли собой две противоположности, мы с вами постараемся затронуть этот момент. Но вот то, что нам сейчас важно, это послух из Берешит и было из конца дней, или в конце дней можно перевести, и принес Каин из плодов земли приношение Богу. Эвель также принес из первенцев мелкого скота его и из стука их. И вот это вот также это колоссальная проблема. Мы спрашиваем иногда, за что был убит Эвель? Я не знаю, полагалось ли ему смертная казнь от руки небес, то, что на него на пол Каина убил, но это не так важно, полагалось, не полагалось, все в руках небес, суд небес, но у Эвеля также была проблема. У Эвеля была проблема. Также в этом слове также. Что это значит? Что Эвель гам когда также принес, когда он увидел, что Каин приносит жертву, он вступил с ним в соревнования. он не подумал о том, что надо принести жертву, не придумал, что принести жертву, пока он не видел, что брат приносит жертву. Как же сейчас брат добьется первенства в мире, он будет более близок ко Всевышнему? Нет. Тогда Эвель включается в соревнованиях. его цель оперетить Каина. Поэтому в книге Ваекра, которая рассказывает о жертвоприношениях, она, в общем-то, начинается таким образом, одна из первых посылок в книге Ваекра, о дамке и грифмике. Человек из вас, когда он принесет жертву, но не сказано «иш», мужчина, важный человек, сказано «адам». Естественно, «адам» можно понимать как имя нарицательное, но все же Адам очень сильно указывает и связывает нас и с Адамом первым человеком. И вот книга, которая говорит о жертвоприношениях, она нам говорит «Будьте как Адам». Адам первый принес жертву и он ни с кем не соревновался, ему не с кем было соревноваться. Он принес жертву один, он и Бог. Больше нет никого в этом геологии. Он и Бог также и вы должны выйти. Это пример служения Всевышнего. Никакая неевель, когда каждый старается лучше. Один старается больше дать денег на храм, другой старается более богатые ткани принести в храм, еще что-нибудь, но все носит соревновательный характер. Я это не служение Всевышнего. Вот это гам, оно должно быть либо исключено, а еще лучше исправлено. Мы понимаем, что у каждого слова есть своя коннотация и она зависит от контекста. И Давид говорит «И нематов уманаи шебе таким гам яхот хорошо также сидеть братья вместе, призывая к исправлению этого момента». Мир не должен быть конкурентным, особенно отношения с Богом, со Всевышним. Каждый человек должен понимать свою исключительную ценность и вести диалог с Богом напрямую, не стараясь быть лучше других, а стараясь установить прямую связь со Всевышним. Не как Каин Эгий, а как Адам. И наматов на им шевет Ахим. Вот как приятно братьям сидеть вместе, если исправить гам. Если эта гам также будет и я с братьями, и я вместе с ними, а не то, что я позавидовал, и я тоже сейчас сделаю, но еще лучше я сделаю. это гам должно быть исправлено. Мы видим, обратив внимание на эти два слова, вот здесь хорошо сидеть братьям вместе, и обратив внимание на слово также, мы понимаем, как этот псалом нас связывает с проблемами человека, психологией человека, и общества, и понимаем, что корень этих проблем в самом Адаме, который не смог, как бы, который начал в каком-то смысле конкурировать со Всевышним, и это отразилось в его детях. Адам не смог соединить две противоположности, конечные и бесконечные, здесь, так можно сказать, себя самого и Всевышнего, не смог эти два момента соединить, и у него родились дети, отражающие его, отражающие его проблему. Один ближе к материальному миру, но не просто к материальному миру, мы попробуем поговорить в каком смысле, да, а другой ближе к духовному миру, да, но также, но также, скажем, как сказать, то, что просто ближе к духовному миру, и в этом есть тоже особенность, да, вот, прежде всего мы с вами заметим такую особенность, если уж мы сказали, что это здесь, да, там, где, там, где храм, да, то мы обратим внимание, кроме того, что это место, где был сотворен Адам, где Всевышний положил его душу, где духовности, материальность, где духовные и материальные всегда замещаются, как душа и тело или как материальные миры, благословения, которые входят в него и так далее, и так далее, да, мы вот обратим внимание, да, на интересный момент, да, карены, у карены в храме было четыре вида одежды, да, и один из них пояс, пояс, который называется Аднет, да, длинный пояс, как такая длинная матерчатая полоса, очень длинная, в нее заворачивались, заворачивались настолько длинные, что самому человеку было трудно ее обернуть вокруг себя, и товарищ помогал ему одеть этот Аднет-пояс, без которого нельзя было служить, без которого нельзя было приносить жертвы, и этот Аднет-пояс состоял из шатнеза, да, состоял из шатнеза, из шатнеза, условное слово, которое употребляется в Торе, перевести его очень трудно, это сочетание льна и шерсти, для одежды это строжайшим образом запрещено, запрещено делать одежду из льна и шерсти вместе, да, где бы то, где бы, где бы то ни было, есть два исключения, из льна и шерсти делаются цицит, в то время, когда нам известна голубая краска досконально, то это совершенно точно то, из шерсти и льна делаются цицит, голубая краска это шерстяная нить, а льон это белые нити, сегодня так не делают, несмотря на то, что даже есть краска, мы не можем сказать сто процентов, что это та краска добываемая из моллюска, которую добывали в древнее время, но и другой момент это когда когда они служили в храме, они вот одевали пояс, в котором совмещаются шерсть и льон, шерсть и льон, и это тоже как бы момент исправления соединения двух противоположностей может быть образом, выражением или началом этих противоположностей служат Каин и Эри. Давайте вернемся сюда и представим себе, что когда говорится, что Каин принес из было в конце дней и принес Каин из плодов земли приношение Богу, то говорится, почему жертва Каина не была принята, потому что он принес из последнего как бы то, что не нужно и вот из последнего как бы, да, если мы с вами напишем слово Курбан жертва и распишем каждую букву этого слова Куф Реш Бет Нун то в конце мы с вами последний как бы последний строку мы прочитаем Пиштан Лен вот как бы такое доказательство что Каин принес в жертву Лен а Эбель принес из первенцев молодого скобца его и стука их он принес тук но мы знаем что он кроме того принес и принес жертву и шерсть да принес жертву и шерсть мы понимаем что Каин работал на земле да почему же он решил принести именно Пиштан именно Лен Лен это не плоды это то из чего делают одежду а Каин хотел сказать Всевышнему что мне не нужна одежда ты сделал Адаму одежду когда он согрешил а я в общем-то родился до греха у меня нету этой испортенности которая есть у Адама я совершенен мне не нужна одежда я тебе возвращаю то что ты мне дал из земли это растение из которого можно сделать одежду я возвращаю тебе да то есть Каин такой бунтуесий человек его имя Каин приобретающий в том смысле что как бы он владеет миром а он владеет миром а не всевышним да и в этом материальность Каина как бы да не просто то что он ходит покупает вещи или любит вещи да его материальность в том что он как бы постоянно говорит всевышнему да я могу без тебя ты мне конечно нужен как поддержка но в принципе я могу без тебя и не надо мне говорить что я несовершенен да возьми пожалуйста то что мне дал для одежды возьми это обратно мы понимаем что Ревель человек несколько другой да он более такой созерцающий мир не стремящийся обрести его доказать перед лицом всевышнего что что он владеет миром он не ступает с пор всевышнего и когда он приносит шерсть на жертвенник то он не приносит это как возьми обратно он приносит как благодарность что то что всевышний дал ему то из чего он может сделать одежду шерсть животных он знает как он родился позже Каина он читает что у него есть недостаток который есть у Адама передался ему и он благодарен тому что всевышний дал ему что-то для одежды да вот и что-то для одежды и вот мы здесь видим два брата два противоположности две противоположности один говорит я а другой говорит я только со всевышним и это можно представить как два как бы подхода можно представить как материальный мир я сам стою на ногах мне не нужен всевышний проявляющий человек через духовный мир да и тот кто ближе к духовному миру которому хорошо замечательно быть со всевышним и который несколько оторван от материального мира две противоположности всегда всегда мы столкнемся с двумя противоположностями когда речь будет идти о братьях да и одни из них сумеют восстановить гармонию стать хад одним целым а другие не сумеют восстановить эту гармонию и они останутся или скажем придут к состоянию ахер другой чужой да это и вот Каин и Эвель они как бы самый самый такой яркий пример скажем то что на что надо обратить внимание что в псалме говорится как бы есть элемент вопроса как же хорошо да или может быть это не вопрос а как бы элемент удивления не знаю что такое да элемент удивления как же хорошо как приятно да кому так обращаются кому так говорят да к тому кто не видит и не понимает до конца этой этого блага который исходит из этого места из места храма да не понимает до конца до конца не понимает его и вот это вот уксусание как же хорошо ну посмотрите как хорошо ну посмотрите как приятно да вот это вот ма на котором мы не остановились, надо сказать, что ма по гематрии, оно равно Адаму. Здесь тоже может быть намек Давида, что как хорошо быть как один человек, с одним сердцем, похожим на Адама, в которого не объединяются все и вся, все противоположности, по крайней мере, до греха, и не быть как Каин и Эбель или исправить их конкуренцию, так сказать. Здесь просто, скажем, для того, чтобы глаз остановился, я взял для вас иллюстрацию из книг Рава Ариэля, Махона Микдаш, Института Храма. Все эти книги, все эти иллюстрации выполнены художником, выходцем из Советского Союза. Как мы с вами говорили, напоминаю, Смехова. Это очень интересный художник с такого классического плана. Теперь, после того, как мы более-менее представили себе, что значит, как замечательно, как приятно сидеть братьям вместе, поняли, что речь идет о том, о благе, которое изливается Всевышним, которое относится к духовному миру и превращается в наим, приятность. Поэтому, скажем, здесь очень бы хотелось затронуть Равкуку и так далее, но боюсь и вас перегрузить, и времени не хватит. Поэтому мы сделаем следующий шаг. Надеюсь, что это стало нам понятным. Поэтому это общая линия, объединяющая точка, небо и землю, две возникающие, рождающиеся противоположности, которые представлены как братья, и эта точка должна объединить их, или братья должны объединиться через эту точку, для того, чтобы близость ко Всевышнему была с ними, и наим, и приятность друг от друга, и приятность от близости ко Всевышнему также была с ними. Теперь мы с вами посмотрим следующий образ, который дает нам Давид. Вот это благо и приятность, которые мы понимаем, что это соединение двух моментов. Благо, идущее от Всевышнего, и приятность – это умение, это чувство, которое возникает, когда человек умеет воспринять это благо, когда ему хорошо с духовным миром, когда он совершенствуется духовно. Вот мы понимаем, что это тоже вот эти два обвиняющие момента, да, и вот здесь подобно этому благо и приятность, подобно доброму маслу, возлитому на голову, возлитому на голову, стекающему на бороду, бороду арону. Давид дает такой образ – масло помазания, масло освящения. Когда посвящали первосвященника, прежде всего первым это был арон, и он как бы является таким образом и прообразом первосвященника, что когда посвящали первосвященника, то ему вылили то масло на голову, оливковое масло, которое приготовил Маше по повелению Всевышнего. Масло осветило. И вот это масло, ну, как бы святое, оно как бы с приятным запахом, оно стекает на бороду и стекает на одежду арона. Как говорит Медраж, арон пугается, да, он думает, вот как бы теперь невольно, да, он воспользовался этим маслом, а это запрещено, оно святое, оно для посвящения, оно должно было быть пролиться на его голову и осветить его, это по закону, но когда оно попало на его одежду, то одежды стали обладать приятным запахом, и это уже использование святого в личных целях, пускай это одежды священные, но они на нем, да, вот это использование святого в личных целях, и тут Маше его утешил и сказал, что в этом нету никакого использования святого в личных целях, что так и так как бы и должно было быть, да, и это образ того, что как бы высшее влияние, оно сходит, не сходит ниже, это общие слова, теперь можем поговорить более подробно, мы видим, что здесь в качестве источника благословения взят Аарон, а не храм, и это не случайно, потому что храм, скажем, если так можно себе представить, его благословение больше распространяется на землю, так сказать, на внешние по отношению к человеку мир, а вот служение первосвященника, то, что он одевает одежды, и в этих одеждах он приносит жертвы, оно больше дает благословение внутреннему миру человека, его душе, оно развивает человека и приближает его, приближает его ко Всевышнему, это служение Аарона, служение Аарона, мы можем представить себе, так скажем, образом, что когда стоит храм, то плоды в земле Израиля, они обладают совершенно другим вкусом, и они, и плоды воздействуют на человека, они умудряют человека, делают его более мудрым, говорят, что когда разрушил храм, то пропал вкус плодов, он стал другим, и они перестали действовать на человека, но в любом случае храм, он как бы действует через внешний мир, он преобразует землю, он земле дает духовные силы, он плоды делает как бы более духовными, а вот Аарон, его служение в храме, оно напрямую воздействует на душу человека. Про Аарона можно вспомнить, что Аарон был связан очень сильно со всем народом, гораздо сильнее, чем Маше. Аарон был пророком в Египте. Он ходил от колена к колену от одного места к другому месту и поддерживал людей, рассказывал им о том, что скоро близко освобождение, что оно будет чудесным, что Всевышний их спасет. Вот и так, без устали, неустанно помогал людям. Про Аарона говорится, что он поддерживал мир среди людей. Он мирил людей. Он говорил одному, что знаешь, твой обидчик очень переживает, а потом шел к обидчику и говорил, ты знаешь, тот, с кем ты разговаривал, он очень переживает, что вот так вот вышла ссора, и так он мирил людей. Конечно, это только некоторый образ, но в любом случае Аарону, если так можно сказать, кабала, Тора, приписывает свойства род, некоторую такую красоту, может быть, скрытую красоту, может быть, красоту, которая пробивается через материальный мир. Рав Кук объясняет, что род – это умение увидеть душу человека, умение увидеть духовность, скрытую, где-то там, глубоко в теле, а душа навсегда чистая. И вот благодаря этому видению чистоты каждой души Аарон мог объединить сыновей Израиля. В Перке-Авод можно вспомнить то, что говорится в Перке-Авод, то, что мудрец Елель говорит об Аароне. Он говорит, будь из учеников Аарона, люби людей и приближай их к Торе. Не просто люби людей. Любить людей искренне очень трудно. Аарон это умел, потому что он умел заглянуть в глубину души и найти чистоту. И мы с вами говорили, что материя разъединяет, а духовность объединяет. Вот если ты человека можешь увидеть, как духовное существо, искренне увидеть, и когда возможно, и полюбить его искренне, но при одном условии приближать к Торе, стремиться возвысить его духовно, не просто чистота души, но чтобы он и в этом мире приближался к духовности, был более высоко духовным. Это Аарон. И вот Давид говорит, что объединяет не только храм, в данном случае не столько храм, как служение Аарона, который как бы соединяет в себе все души сыновей Израиля. Первосвященник приходит в Йом-Кипур служить в храме, он один делает всю работу, и это засчитывается всем сыновьям Израиля, потому что он объединяет в себе все души, всех сыновей Израиля он объединяет в себе. Это Аарон, первосвященник, притягивающий, объединяющий всех братьев, все противоположности за счет того, что он раскрывает в каждом глубокую духовность. И духовность, как мы с вами говорили, она объединяет, и ее раскрытие приводит к благословению. Теперь мы взглянем с вами на одежды первосвященника, не простого ковена, а одежды первосвященника, и представим себе, что на голову Аарона было вылито масло. Масло, шеме, что это такое? Можно сказать так, образно. Масло, масло это, ну, как бы застывший огонь или потенциальный огонь. Оливковое масло используется для лампады, как мы знаем, для освещения в тремьем мире использовалось, и оно прогорает все целиком, все целиком, полностью. И вот как бы, как сказать, огонь, который символизирует стремление души вверх, оторваться от всего материального, уничтожить все, скажем, формы, физические образы, рыбануться в чистой духовности, это огонь. А здесь как бы этот духовный огонь спускается вниз. Спускается вниз. Масло, как потенциальный огонь, и в том смысле, что оно, как мы с вами говорили, прогорает полностью, без остатка. И здесь я выписал для вас такую простую вещь. Шемин – это масло, а шемин – это масло с определенным артиклем. Если вот это масло с определенным артиклем мы переставляем буквы, то у нас получается нишама. Нишама – это высокий уровень души. Тот уровень души, которому трудно удержаться в материальном мире. Он как бы входит и выходит, как дыхание. Поэтому и нишама, практически что это? Дыхание. Ну, в чем? Человек дышит. И на душе. Она входит и выходит, входит и выходит. И это пересекается с маслом, которое, если так можно сказать, по сути огонь. Но вот он как бы застыл или превратился в жидкость. И он спускается для того, чтобы привнести святость, привнести святость в материальный мир, привнести соединение материального мира и духовного. масла. Масло, как мы с вами помним, наливали в лампады миноры. И оно действительно, как бы, да, минора, горение этого масла, оно как бы соединяло духовный и материальный мир. Я хотел об этом говорить, но я вижу, что я просто, это будет как бы перегрузка и по времени, и по насыщенности образами. Поэтому примем это как бы как должное, что масло, оно соединяет, когда горит, оно соединяет духовный и материальный мир. То есть как бы застывший огонь спускается вниз. Масло – это образ еврейского народа. Оно не смешивается с другими жидкостями. И, как мы с вами говорили, оно в любой момент готово уйти наверх. Оно находится в материальном мире. Оно дает ему благословение. Оно насыщает человека. Оно дает ему свет. И можно воспользоваться как умощением. Но всегда, 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 в любой момент оно готово уйти в материальный, в духовный мир. Это можно было назвать параллелью мессирут-нефиш. Такое мессирут-нефиш – самоотверженность. Самоотверженность, которая проистекает из того, что духовный мир стоит на первом месте, а материальный – где-то дальше. И вот Арон помазан. Арон помазан. И важный момент, что как бы через бороду, которая соединяет в каком-то смысле голову, мир мыслей, высокий мыслей с более низким миром с телом, через бороду, стекает это масло на одежды, на мидотап. Одежда в данном случае образована от слова мида – мера. То есть, если, скажем, мир мыслей, он ближе к неограниченному миру, то вот как бы тело человека, или, можно сказать, его эмоциональный мир, его ощущения, они ближе к материальному миру. И через, скажем, мы видим, что благословение, оно дается не только самым высоким уровнем души, и оно дается через него, получая благословение и мидот, и качество человека. Есть, так можно сказать, его ощущение, мировосприятие, его поведение, оно также получает благословение. И за счет этого, за счет того, что люди возвышаются, можно сказать, все колена возвышаются, первосвященник носит на себе именно всех колен, можно сказать, что таким образом распространяется благословение. Если брать одного человека, то это за счет его мыслей, неизвестные деятельности, самоотверженного, такого приближения ко Всевышнему, исправляется и его мидот, его чувства, ощущения, поведения. А если говорить обо всем народе, то, естественно, есть мудрецы Торы, есть каверны, и через них идет благословение тем, кто живет на земле и работает, и в то же время стремится к высокой духовности. Они получают такое благословение через Аарона, через кавенов, через благословение кавенов и возвышаются духовно. Давайте посмотрим конец. Конец псалма. И здесь тоже есть целый ряд моментов, которые не нашли полного отражения у Мальбима. как пример одного из сильнейших, на мой взгляд, сильнейшего комментатора. Но, тем не менее, эти моменты не нашли его отражения. Подобно России Хермона, снисходящей на горы Циона, ибо там-то победу и бог благословения, жизнь на веки. Очень интересно, да? Прежде всего, роса. Роса, опять же, это образ благословения, несколько противоположный дождям. Дождь – это также благословение, но дождь может быть тяжелым, дождь может кого-то намочить. Путники, как мы знаем, молятся о том, чтобы не было дождя. То есть дождь – это благословение, которое не так-то просто воспринять. Для этого нужны усилия. А роса появляется незаметно. Она как бы никого не напрягает. Она для всех одинаково, мягко приходит в мир. Это образ благословения, образ благословения, такого, как бы, которое не требует напряжения для своего восприятия. И мы здесь чувствуем, что Давид от одного образа переходит к другому образу. От образа места храма, от образа первосвященника он переходит ко всей земле Израиля. Вот он, хермон, снежные вершины, которые, как Давид говорит, являются источником росы. Как бы, если брать всю землю Израиля, посмотреть на нее, как на человека, как на Аарона, то есть у него есть голова, это хермон, у него есть сердце, это орган, у него есть сердце, это кенерит, и у него есть, скажем, орган, который рождает. Самое плодородное место, по идее, должно быть мертвое море. Это, скажем, квинтэссенция рождения, прихода в мир, прихода в мир нового места, воспринимающего, место воспринимающего благословения, если говорить о земле Израиля. И вот так же, как масло, оно нисходит сверху вниз, Давид говорит, что, если мы посмотрим на всю землю Израиля, то можно сказать, что есть еще одно благословение, которое нисходит как бы сверху вниз, через горы Хермона, нисходит на горы Циона, куда-то сюда, где Иерушелайн, где горы Иуды, сюда нисходит благословение, которое потом распространяется по всей земле. То есть можно увидеть не только храм как источник благословения, одного, центрального, еще можно увидеть как бы всю землю Израиля как одного живого человека и через голову, к сердцу, и дальше распространяется благословение, которое приходит к Циону. Вернемся еще раз к Псалму, посмотрим, что мы упустили на горы Циона, ибо там заповедовал Бог благословение на горы Циона, на гору Циона, на Иерушалая, на то место, которое соединяет духовный и материальный мир, туда нисходит благословение Всевышнего, и даже если оно идет как бы сверху вниз, спускается, подобно тому, как с гор Циона спускается роса, и вот там заповедовал Бог благословение, там благословение, мы понимаем, что благословение соединение материального и духовного, оно дает благословение, оно дает соединение обычного мира и мира чуда, когда человек делает что-то, и вдруг у него получается гораздо больше, гораздо лучше, чем он делает, земля дает урожай, который она не могла дать, это соединение как бы духовного и материального мира, которое проявляется как благословение, жизнь навеки, ну и мы понимаем, что, конечно, это точка, точка соединения, оно не только благословение, которое приходит во внешний мир, дело рук человека, оно благословение его и благословение его душе, которое называется жизнь. Жизнь – это прямая, непосредственная связь со Всевышним, душа, скажем, источник жизни человека, то, без чего невозможна жизнь, это как луч прямой связи с источником жизни, с бесконечностью, да, и, естественно, что служение первосвященника в этом месте, месте, где был сотворен, оно усиливает эту связь, оно усиливает эту связь души с бесконечностью и в конечном итоге может ее сделать неразрывной, вечной. Здесь я остановлюсь, на, вот, я не знаю, есть ли у нас время на вопросы, вот, но если, скажем, пять минут, допустим, если Натан не возражает, да, нет проблем никаких. Хорошо, значит, я тогда останавливаю. Стопшир, вот, вижу вас всех, пожалуйста, если что-то хочется спросить, я могу пытаться ответить. Вот, я понимаю, что рассказ эмоциональный, иногда, может быть, не очень точный, вот, но все-таки образы, как бы, все они стоят на месте. Пожалуйста, если есть вопрос, то пожалуйста. Ну, если, а, вот, я вижу в чате. Разве количество прямоугольников на груди Каэна соответствует коленам Израиля? По какому принципу они, по какому принципу они, они расположены? Мы помним, что это не прямоугольники, это драгоценные камни. Каждому колену соответствует определенный камень, который отражает его, отражает его характер, да, например, у колена леви это баррекет, да, я не берусь, как бы, найти соответствие камню, но само название баррекет от слова барак, молния, оно показывает, что колено леви связывает с духовным миром, который в этом мире проявляется, как всплеск молнии, вот это больше всего характерно для колена леви. колена Бениамина, у него камень Яшпе, 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 да, отражает свойства Бениамина, когда он, зная о продаже Юсефа, и будучи в состоянии, как бы, сказать отцу, что братья родили Юсефа, он промолчал, да, Яшпе, это умение властвовать своей речи, делать ее чистой, никому не наносить вреда речи. Это два, скажем, примера, да, так что по какому принципу они расположены, можно говорить, но в любом случае каждый камень отражает свойства одного из колен, как мы знаем, что коленом соответствует и 12 созвездий, вот, и как бы наверху свойства колена отражаются через созвездия, а внизу отражаются через драгоценные камни. Вот, это то, что я могу по этому поводу сказать сходом, да. Есть вопрос еще раз заяв, если можно. Пожалуйста, да, если могу ответить, то с удовольствием, да. Все, спасибо сказать, я уже на вторую лекцию у вас очень душевно, и вот как раз когда вы читали строки «Как хорошо, приятно, когда братья сидят вместе», у меня это ну как к народу мира я потесляюсь, у меня это сразу возникла аналогия, а можно ли это экстраполировать не в рамках двух братов, двух братьев там как бы объединение с точки зрения колена, колен еврейских, да, а с точки зрения что один брат скажем еврейский народ, а другой брат из народа мира, скажем так, то есть и духовное, и прагматичное объединение. Возьмите так, хорошо, мы с вами вышли на такое обобщение, объединение двух противоположностей, одна часть ближе к материальному миру, одна к духовному миру, дальше как бы это можно экстраполировать, возьмите как еврейский народ, это один брат, который в данном случае ближе к духовному миру по тем иным устоятельствам, другой брат, это народы мира, которые ближе к материальному миру, но тут как бы скажем надо было очень аккуратно, потому что скажем да это как бы условно говоря условно говоря еврейский народ, через который распространяется благословение, вот с одной стороны это избранность и так далее, с другой стороны это обязанность и большая проблема, потому что ты должен быть достойный этого благословения, и достоин того, чтобы оно распространилось на весь мир, не думать, задержать его у себя, ограничить все границами земли Израиля, в конечном итоге оно должно распространиться на весь мир, и так вот как бы цифочка передачи от одного к другому, можно сказать, что это братья, которые сидят вместе, и вот так обобщить на народы мира, пожалуйста. Уважаемый Равзеев, можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Вот тот отрывок про Каина и Гевеля, который сегодня разбирали, там сказано в конце дней, это в конце каких дней, что имеется в виду? Ну, это можно по-разному смотреть, скажем, во-первых, в этом видится намек, что он принес из конца, из последнего намек. Скажем, если начать разбирать этот текст, что не будет нашей задачей, то конец дней это через 50 дней. Мы понимаем, что Каин был взрослым человеком и на 50-й день он принес эту жертву. За 50 дней сформировались плоды и так далее. Каин принес эту жертву. Это соответствует нашему циклу по Раби Ивашу, который говорит, что мир был сотворен в Ниссане. И как бы он берет за сотворение мира это Песах. И через 50 дней после Песаха есть праздник Шадула, когда приносят первые плоды в противоположность тому, что сделал Каин. Вот как-то так примерно. То есть в конце дней, когда закончился определенный цикл возревания, когда он представил себе, что закончился цикл 50 дней. Спасибо. Хорошо. Я очень надеюсь, что мы с вами продвигаемся не только в понимании этого конкретного текста, но и в принципе как бы расширяем границы возможности нашего понимания тех текстов, которые у нас есть. Огромное спасибо за внимание. Я понимаю ту напряженную работу, которую я возлагаю на вас и благодарен, что вы ее выдерживаете. Спасибо. Надеюсь на следующие встречи. Окей. Всем спасибо. Очень интересно. Спасибо. Пока. Пока. Всем счастливо. Пока. Пока.